В октябре текущего года в городе Уральск состоялся областной этап республиканского форума «Аслана-2021». В нем принимают участие только мамочки. Проект «Форум для женщин-матерей. Аслана» – глобальная социальная, образовательная и развивающая площадка для общения и обмена опытом, поиска единомышленников и партнеров, созданная для развития личного бренда активных и идейных женщин Казахстана, говорят сами организаторы. Единство женщин – это сила. Вот главный девиз участниц форума «Аслана». Всего 151 мама приняла участие в областном этапе форума «Аслана». Нургуль Дауталиева – мама пятерых детей. Она считает, что мамы умеют все. Она работает врачом-хирургом в СВА «Интертич». В областном этапе форума у Нургуль две соперницы в ее номинации. «Основная цель форума – это показать, то есть активировать наших мамочек, которые сидят в декрете, даже не только в декрете, которые мамочки работают, то, что самая главная профессия в жизни – это мама. Поэтому всю жизнь начинается с мамы. Поэтому этот форум и создан для этого – показать то, что мама должна быть всегда на первом месте. И не забывать, что вы не только мама, но вы разносторонне. Главная цель этого мероприятия – собрать мам, женщин области на одной площадке для коммуникации, обсуждения вопросов и тем о культивировании института семьи и брака, многодетности, показать возможности женщин и женских объединений для поддержки женского предпринимательства путем инноваций, сохранения своей культуры, собственного национального кода. Для достижения новых целей устойчивого развития, принятых мировым сообществом и указанных в программе модернизации «Рухани Жангру», рассказывает одна из местных активных мамочек, участница форума в номинации «Мама-педагог» Лязат Ермольчева. Участие заключалось в онлайн-активности, проведении различных мастер-классов. Выкладывая свои фото и видеоотчеты, участницам необходимо было набирать количество просмотров, лайков и репостов. Стоит отметить, что активность оксайских участниц, у которых порой была проблемой присутствовать на тренингах и мастер-классах в городе Уральск, переросла в своеобразный клуб «Мам». Они сами стали собираться и организовывать мастер-классы, тематические встречи, занятия для детей и мам. Гульбаршин из Басова является одним из спонсоров форума. Она является сертифицированным энергопрактиком и чакрологом. В спонсорстве предложила именно это направление. То есть победительницы получат в подарок сеанс чакроанализа. Считаю, что каждая мама, у которой есть дети, должна быть всесторонне развитой. И психологом, и мамочка врачом должна, и педагогом. Потому что дети, и нам не остается всегда быть в обучении то же самое. Потому что мы это и несем в нашей семье. И в проекте «Асселана» здесь мы с девочками совместили это все и устраиваем живые встречи, мастер-классы. Проект наш, этот форум «Асселана» республиканского характера, она несет именно площадку для мамочек, чтобы каждая мамочка могла раскрыться от вот этой бытовой жизни нашей семейной. Показать себя, раскрыть, какие у нас есть таланты. Очень много номинаций, и она именно судится активным участием в проекте форуме. И тут же здесь задействована площадка «Инстаграм», лайки, подсчет лайков, активное участие, репосты. Вот. Спонсоров именно форума очень мало. Таких прям, которые действительно большой вклад. Но хочу подчеркнуть, что здесь учитель гуманопедагогики Асхат Абжанов, он здесь проявил свою инициативу. В рамках проекта вручается премия «Асселана», созданная с целью поощрения мам, совмещающих самореализацию и воспитание детей, а также женщин, которые являются лучшими в своей отрасли. Вручал премии спикер форума Асхат Абжанов. Асхат Абжанов, знаменитый психолог в Казахстане, который именно его, как он работает именно с мамочками, отношения в семье, отношения родителей к детям, то есть дети к родителям. Из 20 номинаций форума в 13 приняли участие аксайские мамы. Номинации «Бизнес-мама-предприниматель», «Многодетная мама» от 4 детей, «Мама-креатив» – это работницы и владелицы салонов красоты, косметологи, стилисты, «Медиа-мама» – это журналисты, телерадиоведущие, «Фитнес-мама», «Арт-мама», «Художник-фотограф», «Мама-добро», «Благотворительность, помощь инвалидам», «Мама-дизайнер», «Стилист», «Дизайнер одежды», «Дизайнер интерьера», «Мама-политик», «Депутаты», «Первыруководители», «Политики», «Мама-педагог», «Мама-врач», «Мама-фемида» – это юристы, «Мама-деятель искусств», «Певицы-артисты», «Мама-кулинар», «Повар-кондитер», «Мама-финансист», «Бухгалтер-экономист», «Инста-мама», «Блогер», «Мама-психолог», «Мама-нумеролог», «Мама-золотые ручки» и даже «Мама-тик-ток». По итогам форума, результаты которого были озвучены 31 октября, две участницы из ЗАГСАЯ стали победительницами. Аида Лепесова в номинации «Мама-золотые ручки» и Гульбаршин Избасова в номинации «Мама-психолог». Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». Продолжение следует...